Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня Ариэль Резник-Мартов, рач-психиатр и ведущий программы «Диагноз недели» на удалёнке. У нас сегодня все на удалёнке. Это минимальное количество сотрудников редакции. Живём в такой новой реальности. Здравствуйте, Ариэль! Здравствуйте! Вот такая у нас удалённая реальность. Да, о чём мы сегодня поговорим в течение часа? Мы сегодня поговорим от темы коронавируса никуда не деться. Надо для нас сегодня будет поводом поговорить о немножко других вещах. Вот как вы, наверное, Вадим, заметили, судя по социальным сетям и по разговорам с нашими знакомыми и так далее, и так далее, у меня с моими пациентами, со всеми этими новыми для нас ситуациями каждый справляется по-своему. Кто-то впадает в полное отрицание, кто-то придумывает теории заговора, кто-то находит якобы рациональное объяснение, кто-то находит источники информации настолько сомнительные, что это, мне кажется, видно неворожным глазом, а это продолжают выкладывать. То есть мы все как-то защищаемся от этой ситуации. Мы все пытаемся не исправиться с помощью наших психологических защит. И вот о каких защитах идет речь, о чем мы говорим, вот об этом мы сегодня будем разговаривать в эфире. Вот я хотел вспомнить эпизод. Недавно мы с коллегой разговаривали с Александром Товстопятым. Это профессор физики Уханьского университета. Он оказался как раз в Ухане, когда начинала и разгоралась эпидемия. Потом был карантин. Его вывозили в Россию на военном самолете. Потом он две недели жил в карантине. И вот он сказал, что обратил внимание на такую ситуацию. У каждого человека, с которым ему пришлось во время этого пути общаться, возникали свои страхи. Почти никто не боялся умереть от вируса. Кто-то боялся остаться без работы. Кто-то боялся оказаться в социальной изоляции. Кто-то боялся оказаться в стране, которое он не знает и боялся, что не сможет оттуда выбраться. Он сказал, что вот эта пандемия, эта история у многих обнажила те страхи, которые с вирусом непосредственно не связаны. Разумеется. Потому что у каждого свои болевые точки. У каждого своя личная история. И, естественно, мы реагируем по-своему. Но, наверное, сейчас одна из самых распространенных методик защиты от ситуации, от ее эмоционального воздействия, это ее отрицание. Вот вы заметите, сколько люди говорят и пишут, это все выдумки. Это выдумано фармфирмами, куда же без них, чтобы заработать деньги на вакцине. Это выдумано товарными правительствами для того, чтобы... Ну, я сейчас перечисляю так много, что я вверх на ум приходит. Это выдумано китайцами, у которых умерло подозрительно мало людей, но зато они стали влиять на мировую экономику и политику. Это выдумано американцами, это выдумано еще кем-нибудь. То есть, на самом деле, очень много людей отрицают серьезность этой проблемы. И все это сводит к тому, что это выдумка, что этого не существует. И, да, отрицание это один из самых древних и примитивных механизмов психологической защиты. То есть, что такое отрицание? Когда наш разум отказывается видеть и воспринимать серьезность ситуации, неважно какой. И, конечно же, отрицание очень хорошо видно у детей, допустим. Вот вспомните, как дети справляются с какой-нибудь ситуацией, которые их пугают. Они прячутся? Прячутся. Они прячутся под стол, они накрываются одеялом с головой, они прячутся в шкаф или еще что-нибудь. То есть, не вижу, значит, проблемы не существуют. То есть, сегодня можно ли сказать о том, что человечество, здесь можно использовать это глобальное определение, находится в стадии отрицания? Потому что мы уже несколько недель живем в режиме чрезвычайной ситуации и все еще до конца не приняли эту историю. Я думаю, что, конечно, не все человечество. Я думаю, большая часть человечества, наоборот, находится в панике и в некотором преувеличении происходящего. Но в отрицании находится немало людей. И вряд ли это связано с их низким интеллектом. Хотя для некоторых, наверное, это актуально. Но мне кажется, связано с тем, что ситуация настолько травматичная, первая реакция «нет, это неправда». Ну, мы можем не ходить далеко за примерами. Наверное, мы часто сталкивались, когда кому-то объявляют о его тяжелом диагнозе или о смерти кого-то были. Первая реакция «нет, это неправда». Не может быть. «Не может быть. Что вы говорите? Нет, нет, это какая-то ошибка». И это, конечно же, очень защитная реакция. И я думаю, что ладно, дети, но мы можем навскидку перебрать очень много ситуаций, где люди отказываются, отрицают серьезность положения, в котором находятся. Ну, например, самое простое, что мы знаем, это пример с зависимостями. Человек, может быть, мы это все часто наблюдали уже давно, это очевидно всем вокруг, что он зависим, неважно, от алкоголя или от химических веществ, или от сигарет, или от ажарстных лидеров, еще от чего-то. и когда ему говорят близкие или врачи о том, что есть зависит, он говорит, нет, я могу от всего этого отказаться в любой момент. И не то, что он врал, в этот момент он искренне верит в свои слова, он искренне отрицает реальность. Ну, как вы считаете, все-таки можно ли говорить о том, что отрицание в данной ситуации, когда мы говорим о пандемии COVID-19, это первая стадия, потому что, как мы знаем, есть классические пять элементов, это отрицание, гнев, апатия, депрессия и принятие. Может быть, я что-то пропустил. То есть, далее все будет развиваться по этим же канонам, как вы считаете? Я думаю, в большой части населения эти стадии уже прошли. То есть, принятие это не значит признание катастрофы. Принятие это значит осознание серьезности проблемы, которой человечество вынуждено иметь дело, и значит, приняв ее всерьез, мы способны наконец начинать что-то делать, что-то менять. То есть, в общем, рекомендуемые со всех сторон меры предосторожности наверное имеют смысл. Но делать это может только когда ты уже признал, когда ты перестал отрицать существование проблемы. А вот перестать отрицать это личное дело каждого. То есть, не обязательно проходить все эти элементы гнев, апатию, депрессия? То есть, можно сразу от отрицания к принятию получается прийти? Наверное, кто-то приходит сразу. Наверное, кто-то эти стадии может проходить намного быстрее, чем остальные люди. Наверное, у многих из нас отношение с реальностью очень сложное. То есть, принять, признать ту реальность, которая нам не нравится, нелегко. Для многих практически невозможно. История с Алкрастой, когда хорошая погода, выходной день, и тысячи людей отправились гулять с Алкрастой, несмотря на предупреждение, что вместе собираться не рекомендуется. Это можно отнести как раз к отрицанию проблемы? Я думаю, что конечно. Я думаю, что конечно. Я думаю, что возможно это формально ее признание, то есть мы конечно понимаем, что эпидемия есть, что собираться вместе вредны, что мы рискуем, но уже очень хочется погулять на солнце. Уже очень хочется. Вот этот момент, как будто мысли о том, что вы подвергаете риску ладно себя, вы подвергаете риску своих близких, тех, кто уже в возрасте, тех, кто чем-то больны. Я на эту тему нашел интересную шутку в фейсбуке. Есть такой российский ученый Андрей Тесля, очень интеллектуальный человек, где-то упоминалось в беседе мысли о том, что сейчас коронавирус вызывает конфликт поколений. То есть молодежь, ощущая свою неуязвимость, может позволить себе легкомыслие, при этом совершенно не думая о том, что они рискуют жизнью своих знакомых или родственников в возрасте. Поэтому, как сказал Тесля, если встретишь где-то какого-нибудь Грета Тунберга, хватай его за грудки, тряси и кричи, вы крадете нашу старость. Вот это такая идея ироническая, но что-то в ней есть, потому что мы можем рисковать своими жизнями, не знаю, прыгая с сутом, гоняя на машине со скоростью 200 км в час или еще чем-то, когда речь заходит о жизнях других людей, вот здесь отрицание серьезности проблемы становится крайне опасным. Но может быть проблема еще и в том, что коронавирус, учитывая его цифры, не приводит к такому тотальному количеству жертв, если сравнивать с чумой, например, меры, соответственно, многих людей не возникает, с одной стороны мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением со стороны властей, рекомендации постоянно меняются, достаточно жесткие какие-то страны, как, например, Москва, вводит режим всеобщей изоляции, с другой стороны умирает относительно небольшой процент людей, хотя любая человеческая жизнь это ценности, в данной ситуации просто нет ли такого, как бы это правильно сформулировать, когнитивного диссонанса, что те меры, которые принимаются, не соответствуют угрозе, которая несет это заболевание, соответственно, многих людей не возникает вот это чувство, что это нужно соблюдать, потому что она не так опасна, как нам кажется, по крайней мере. что такое чума? О ней большинство людей слово такое знают. Знаешь, она какая-то была много веков назад, хотя бы последняя вспышка была где-то в XIX веке. Знаешь, она была много веков назад, и для них коронавирус что-то вроде чумы. То есть, на самом деле, на протяжении последних нескольких поколений, когда вы помните на протяжении своей жизни не какая-нибудь SARS, которая где-то в Китае, а какая-нибудь серьёзная эпидемия, которая затронула жизнь вас, ваших знакомых, ваших близких. Вы помните такое? Скорее, я, наверное, помню больше из кинематографа. Например, эпидемия полимелита, полимелита, простите, не выговорил, когда советские и японские врачи и так далее, но это больше всё-таки, поскольку я позже родился, из кинематографа. Говорить о таких эпидемиях и пандемиях, как история с коронавирусом, конечно, я не помню ничего подобного. Правильно. Поэтому это нечто для нас существующее в каких-то учебниках, фильмах и тому подобное. То же самое, как люди, допустим, сейчас ещё происходят какие-то конфликты из-за фигуры Сталина и так далее. Но ещё уже сейчас для поколений совсем молодых людей, а ещё следующие через следующие, это ничем не будет отличаться от Чингисхана, Батыя, Аттилы, Гуннов и так далее. Вот какая-то унылая историческая картинка, которую все слышали, но что это такое, толком никого не представляет. Я думаю, отношение к эпидемиям ровно такое же. Это было когда-то где-то и не с нами, и не с нашими близкими, поэтому может быть, если этого не существует. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии. Программа Диагноз недели. Мы находимся на расстоянии, я так предкинул, примерно нескольких километров друг от друга. Ариэль Резник-Мартов работает в удалённом режиме, как и вся радиостанция Болтком сегодня. Все наши гости, все наши спикеры и даже ведущие программы, они выходят по удалённой связи. Мы соблюдаем рекомендации Минздрава. Звоните нам по номерам 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 Можно также писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Ну, что касается другой крайности паники, истерики, такого гипертрофированного отношения к этой проблеме, это тоже можно назвать защитной реакцией, когда человек находится в состоянии истерики из-за того, что происходит. Потому что истерика сама по себе такое краткосрочное состояние. И что такое, если человек кричит, мы все погибнем, сколько это может продолжаться? Ну, многие пишут об этом достаточно регулярно, например, в социальных сетях. Да я наблюдаю за некоторыми пользователями, это, в общем, такая история, которая не заканчивается у них неделями. В социальных сетях, я думаю, это... Можно сказать, это истерик, скорее способ самовыражения. Кстати, уже появились некие фейки, есть такая ученая из России, антрополог Александра Архипова, которая очень много занимается слухами, фейками и так далее. Вот она уже предупреждала, что появляются тексты, появился текст, который написала русская женщина, живущая в Италии, о серьезности положения, она его выкладывала на сайте Эха Москвы, по-моему, уже сейчас этот текст обрастает переделками, дополнениями, это достаточно все мрачно описано, этим утрированием, и это тоже выкладывается снова и снова. Вот это интересный вопрос, что движет людьми, которые переделывают достоверную информацию? Ну, устрашая или там утрируя, гипертрофируя какое-либо событие, какую-либо проблему, ведь это далеко не редкая история, когда люди действительно сгущают краски для чего-то и передают дальше уже в таком совершенно чудовищном виде какие-то факты, ну, фактами это уже, конечно, не является, интерпретацией тех событий, которые они видят. Мне кажется, в этом есть какая-то бессознательная магия. То есть мы загустим, мы расскажем, мы напугаем друг друга, и если, мне кажется, этот страх увеличить в разы, в итоге становится настолько иррациональным, настолько неадекватным, как будто уже и не существует. Такая игра, как собираются дети, рассказывают друг другу ночью страшные истории, эти знаменитые страшные, пока все не попрячутся, перепугавшись по своим кроватям, а наутро будут уже играть и веселиться, как ни в том не бывало. Это такая страшная история, такой страшный сон, который для нас вот-вот закончится. То есть получается, что в этом есть определённый смысл, довести ситуацию до абсурда или до какой-то такой критической точки, напугаться, понять, что это нереально и таким образом это пережить. Так это работает? Возможно, это работает для отдельно взятого человека. Но и без того раскалённое общество, и при таком изобилии тревожных и мнительных людей вбрасывание такой утрированной информации не очень хорошая история. Учёных-антропологов, наверное, это предмет для исследования, на то они и учёные. А для нас, обычных смертных, люди и так стараются уже многие не залезать в интернет, просто как залезут сразу очень страшно. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на минуту прервёмся, потом вернёмся и продолжим. Диагноз недели. Ариэль Резник-Мартов на связи с нашей студией. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эта программа «Диагноз недели». На связи врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И у нас много звонков, начнём их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. А, Лариса? Вы знаете, это преувеличение в натуре человека. У меня были две подруги, которым было просто скучно что-то рассказывать. Если что-то хорошее, она уже такое разводила, что там вообще... Ангельский рай какой-то. А если что-то плохое, она всегда своё добавляла. Они не могли обе просто так чего-то рассказать. Им надо было это всё облечь какие-то страсти и тому подобное. То есть это ну в натуре человека, видимо. Спасибо. Да, спасибо вам. Реально. Я думаю, что на самом деле есть люди, для которых рассказать такую историю, это на какой-то момент почувствовать себя в центре внимания. Ну, мы же все знаем, во многих компаниях есть прекрасные рассказчики. Они возьмут историю из своей жизни или из чужой, они её ещё очень артистично расскажут и дополняют её всякими подробностями. Обычно эта история повторяется регулярно, а каждый раз обрастает новыми подробностями. Это один из способов для человека, какой бы ни была ситуация, оказаться в центре внимания. Мы все знаем людей, которые, узнав подобную весть, какую-нибудь дурную весть, не успокоиться, они обзвонят всех своих знакомых, не расскажут и тоже по ходу времени приукрашивают эту историю новыми и новыми ужасными подробностями. Но это как в фильме про Шурика, где он как раз забыл, как называется. Помните, как там звонила «Ты не поверишь» и он уехал и так далее. Это в господи. Да. Иван Васильевич меняет профессию? Именно, да, Иван Васильевич меняет профессию, она как раз всем звонила и рассказывала, и там, если я правильно помню, обрастало всё новыми подробностями, что он уехал, бросил свою кикимору и едет со мной в Гагры. Ну, кстати, мы можем вспомнить здесь как раз прекрасная детская игра «Испорченный телефон». Помню, так было. Когда при передаче информация искажается, обрастает новыми подробностями и часто к последнему звену становится абсолютно неузнаваемой. Я думаю, что многое касаемо нынешней ситуации похоже на игру «Испорченный телефон». Много звонков у нас продолжаем принимать их. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Мартынч меня зовут. Да, Мартынч, слушаем вас. Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Защитный механизм». Я эту тему изучал и в универе, и сам до коронавируса шёл к психотерапевту. Вопрос такой. Есть у меня одна знакомая, у которой есть такой защитный механизм как интеллектуализация. Она почувствовала почти, что не говорит. вот вопрос такой, можно ли поменяться в какой-то защитный механизм у человека или какой-то более зрелый заменять защитный механизм, или это только по работе с психотерапевтом или в течение жизни как-то с административной. Да, спасибо. То есть меняются ли защитные механизмы? Ну, мне кажется, для того, чтобы защитный механизм поменялся, для начала неплохо бы осознать его наличие. Потому что человек отрицающий или человек вытесняющий или использует другие механизмы или проецирующий, он редко доскажет «Вы извините, я сейчас буду отрицать, чтобы уберечь себя», или «Я сейчас вытесню эту информацию, что она больше не причиняла мне боли». Так не бывает. Как раз, когда человек это делает, он искренне это делает, он не осознаёт защитные функции своего поведения. И иногда эта защита необходима, тоже отрицание данное необходимо, она защищает какую-то боль, и которую человек не в состоянии был бы так сразу пережить. Бывает, когда отрицание становится, например, тоже отрицание становится абсолютно опасным. То есть, человек, допустим, у него давно уже симптомы какой-нибудь болезни, он отрицает, что это серьёзно и идёт к врачу. Ну, касательно вашей знакомой, Мартынш, интеллектуализация, ну, не худшие симптомы. Человек пытается любую ситуацию или свести к тому, что он будет бесконечно цитируя разных философов, писателей, психологов, это анализировать, полностью убирая из этого свои эмоции, оставляя только интеллектуальные построения, и от этого он будет спокойнее и лучше. Надо ли человек лишать этой защиты? Опять вопрос, хочет ли человек лишаться защиты, и насколько он это, если вы можете донести до своей подруги, что у него есть такая проблема, возможно, об этом задумаются. еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я хотел сказать, что я не очень согласен с вами насчет одного, одна вещь, то, что вы говорили, что молодежь как бы не думает, вот идет там везде гулять, ну, я вот, как бы, со своей точки зрения тоже как молодой, мне кажется, что это одинаковое и старшее поколение, и младшее, кто-то может думать головой, кто-то может не думать, и вот я, например, понимаю такую ситуацию и сижу дома, вот. Да, спасибо вам, как вас зовут, кстати? Иван. Да, спасибо вам, Иван, а сколько вам лет, если не секрет, просто, чтобы понимать? 15 лет. 15 лет, да, спасибо вам, Иван, что позвонили, ну, вот, такой комментарий. Отличный возраст, Иван, искренне вам завидую. Понимаете, Иван, хорошо, что вы в своем возрасте настолько рассудительный и понимающий человек, и когда мы говорим о молодежи, которая пренебрегает норм безопасности, речь идет не о том, что молодежь слишком интеллектуально недостатка, скудна, недостатка для того, чтобы понимать степень опасности. Просто мы всегда опасность измеряем собой. Это первое. То есть, если мы не ощущаем, что человек грозит непосредственно нам, мы часто это всерьез в голову не берем. Во-вторых, опять, в вашем возрасте, где-то около него, мы же знаем, что подросткам часто свойственно делать назло взрослым выдумкам. То есть, скажи подростку, что курить вредно, и вы совершенно не убедите. и скажи подростку, ходить где-то по ночам в сомнительных районах опасно, и многие будут именно так и делать. То есть, молодежь, вопрос не уровня интеллекта, вопрос в отношении к жизни. И понятно, что отношение у вас в 15, или у ваших сердцах другое, чем у Вадима и возраста, или у меня в мои 56. Это нормально. Мы говорим об экстренной ситуации, когда недооценка серьезности происходящего может стоить жизни или чужим людям, или вашим близким. Спасибо. Да, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Россия. Очень интересная тема. Я могу что-то добавить тоже со своего опыта общения с людьми. Моя профессия связана с людьми, я с ними разговариваю и, в общем, могу сказать, что ваша вот предыдущая была комментария об отрицании, об защитном механизме. Я считаю, что сейчас очень многие люди бессознательно включили вот этот защитный механизм в виде отрицания. То есть сплошь и рядом это только грипп, здесь ничего, тут западные там разведки что-то придумали и так далее. Это ничего страшного, вы все паникуете. То есть настолько отрицают, что даже не осознают, что вот они мне тоже не создают какую-то опасность. Что-то похоже, когда была девальвация в Латвии денег, моя секровь имела накопление и очень рада была, что у нее есть для своих внуков какие-то деньги. она торговала на базаре, очень рано вставала, то есть очень много сил вложила, чтобы накопить денег. И когда они пропали, и моя дочь поехала в Сарниковую выбрать ее денежки, получила там 200, по-моему, там получила она только 5 латов, она сказала, не, не, вы ошиблись, этого не может быть, тут какая-то ошибка. И до конца жизни, пока не умерла, она с этим не смирилась, она этого не приняла. Это было отрицание, она сказала, такого просто не может быть. И вот сейчас то же самое происходит. Приходит человек и говорит, что вы здесь все психуете, моетесь, там, избегаете, гарантируетесь, это все придумали специально, чтобы посадить экономику или там искусственно ее вызвать. Вообще ничего не надо, здесь вы вообще дураки, все паникуют. В общем, стоишь, смотришь на него и понимаешь, что, ну, такой вот и пойдет облизывать туалеты, как в интернете сказали, чтобы доказать, что нету вируса. И заболел. Да, спасибо вам. Вот такой комментарий от нашей слушательницы. Ну да, эмоционально, но, в общем-то, по делу. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Аркадий. Да, Аркадий. Ну, вашему гостю должно быть известно, что, по мнению многих психотерапевтов, каждый третий житель Земли страдает шизофренией скрытой. И вот по поводу всех вот этих фейковых и неадекватных новостей в социальных сетях в годину всеобщей паники вот у некоторых эта шизофрения проявляется. Да, спасибо. Но вот, реально, известно ли психиатрам об этом? Угу. Я как-то мне, может, и должно быть известно, но мне кажется, идея о том, что треть земли страдает, что треть населения страдает шизофренией, это как бы помягче выразится. Ненаучная информация, может, люди религиозно говорили бы это ересью, но, в общем-то, я не знаю, где вы взяли сведения от психотерапевтов. Все известные мне коллеги так не считают. Я не думаю, что все это можно списывать на то, что народ поголовно страдает шизофренией, измышляет все эти вещи. Это плод действий в большинстве своих, в общем-то, более или менее в рамках понятия большой психиатрии психически здорового сознания. А то, что мы говорим о механизме психической защиты, это тоже нормальная часть защиты вполне здорового сознания. То есть, если человек как раз говорит о том, что треть населения Земли страдает шизофренией, и поэтому они пишут всякую ересь в Фейсбуке, то, соответственно, тоже можно назвать защитной реакцией этого конкретного человека. Наверное, так спокойнее думать, что я отношусь к тем, двум, тридцам, которые не страдают шизофренией, и, соответственно, мир воспринимаю вполне себе реалистично. еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Галина. Да, Галина. Ну, хочу свою историю рассказать. Я работаю в торговом центре, который торгует промышленными товарами. Торговый центр администрация не закрывает, потому что государство не дает такого указания. Покупателей нет, торговли нет, на аренду скидки практически нет. Для того, чтобы закрыть магазины, как я сегодня прочитала на Делфи, чревата очень психическими расстройствами всего населения. И в это время из каждого отсюда информация сидите дома, не ходите в магазины. Зачем работают магазины промтоварные? Да, спасибо вам. Ну, это, не знаю, вопрос к вам, но, тем не менее, такой вопрос поступил. Реаль, что думаете? Я не могу дать ответа, зачем работают магазины. Я не очень сведущ в мотивации нашего правительства. Но я думаю, что люди боятся всего. Это очень противоречивая ситуация. Люди боятся и заболеть, люди боятся и нищеты, люди боятся остаться без работы, правительство боится остаться без избирателей и так далее. Я думаю, что это, увы, ситуация, в котором нет однозначного ответа, и она в любом случае будет причиной череды весьма непопулярных решений. Другое дело, что есть страны, где все это пытаются смягчить для населения максимально. Наверное, это зависит от богатства этих стран и от рациональности и доброй воли их правителей. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните в наш эфир, также пишите в WhatsApp 2306191 программа «Диагноз недели», как я уже сказал, врач-психиатр Ариэль Резик-Мартов с нами на прямой связи по скайпу. Ну, продолжает этот разговор, вот иногда складывается такое впечатление, что если мы говорим о каждом конкретном человеке, то каждый конкретный человек не примеряет на себя эту ситуацию. То есть карантин для всех, но не для меня. Соответственно, эти ограничительные меры введены для всех, но, опять же, не для меня. Вот есть такая история, как вы считаете? Это тоже, мне кажется, форма отрицания. Это такое ощущение, что со мной ничего плохого случиться не может. Вот такое ощущение иллюзорности. Если мы говорим о том, что отрицание это одна из самых примитивных, самых детских форм защиты, я думаю, может быть, тоже об инфантильной позиции, тоже. Где-то недавно был ролик с каким-то молодым человеком, который не очень цензурно и очень эмоционально ругает всех вокруг, почему ему мешают путешествовать, почему мешают приехать ему гостям, почему лишают его свободы. хотя человеку на вид наверное лет 30, я думаю, 25-30, но похоже на капризничающего ребенка. Я думаю, что в данной ситуации эта инфантильность тоже действует. Кстати, есть же такая форма защиты, когда мы возвращаемся к этой регрессии, когда человек вдруг возвращается к детским формам реагирования. Это известная история, если дети уже вроде бы не такие маленькие попадают в очень тяжелую ситуацию, начинают спать, все равно с калатчиком, снова сосать палец. То есть вдруг сейчас все как младенцы. Я думаю, что здесь некие формы регрессии тоже вполне в себе присутствуют. Мы начинаем вести себя как маленькие дети, потому что маленький ребенок это просто не способен оценить масштаб проблемы и даже не способен взять на себя ответственность за происходящее. Он не хочет ничего об этом знать и слышать. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте. Александр, я из Ритя. Да, слушаю вас. У меня не вопрос, скорее просто так реплика, может кто услышит. У нас ведь в Латвии скоро начнут появляться первые выздоровевшие больше, больше, больше. Но поскольку эпидемия еще не кончится, они тоже могут быть вынуждены сидеть на карантине и испытывать какие-то неудобства. Хотя, если, скажем, они имели бы при себе какую-то справку или что-то такое, что подразумевает, что у них есть уже антитела и они не опасны, они могли бы вливаться в нормальную жизнь опять и тем самым способствовать распространению коллективного иммунитета у всего населения. Ну, собственно, все. Спасибо. Да, спасибо вам. Я мало знаком, увы, с нафектологией. Насколько где-то не так давно прочел, чтобы человека считали выздоровевшим, это не вопрос исчезновения симптомов. Вопрос того, что он должен дважды сдать анализ, и если дважды будет подтверждено отсутствие вируса, он считается выздоровевшим. Но я, насколько понял, пока у нас об этом речи еще не заходит, пока, дай бог, все как-то сдержать, чтобы это не развивалось по нарастающей с неимоверной скоростью. Еще два момента, которые я хотел бы обсудить в контексте нашей темы. Я уже упоминал в других эфирах про те несколько звонков, которые мы получили за последнее время. Один мужчина позвонил и предложил свои услуги сварщик. Он предлагает заваривать двери тем людям, которые находятся на карантине, чтобы они не могли оттуда выбраться. Второй предложил отправить всех людей без определенного места жительства на 101-й километр куда-нибудь подальше, чтобы они не отравляли жизнь окружающим и не разносили бактерии и вирусы, как он сказал. Ну и из такого типа тоже были звонки. Это тоже защитные механизмы срабатывают у людей, когда они превращаются уже в такие агрессивные формы, во всяком случае на риторическом уровне? Во-первых, интересно, кто здесь действительно готов все это делать. Готов ли сварщик ехать в квартиры, где сидят целые семьи, невероятно их реакцию заваривать две. Это интересный вопрос. Или он скорее готов это озвучивать по радиусу. Но мне кажется, да, вот эта агрессия тоже, что это защитный. Агрессия, этот пыл, яростный пыл своей правоты, защиты общества и так далее, наверное, тоже человек придет неких сил в эту ситуацию лучше пережить. Наверное, представляя себя тем, кто высылает больных за 101 километр или тем, кто заваривает двери, человек в этот момент точно себя не представляет, что он болен или может заболеть. Он как раз из тех, кто выжигает чуму каленым железом. Вот эта история, которая, как мне кажется, хорошо показана в фильме «Пляж», где играл молодой Леонардо Де Капри, он и сейчас достаточно молод, но тем не менее там он был помладше. И там, после того, как одного из серфингистов укусила акула, у него было воспаление, он лежал и стонал, и вот это члены коммуны попросили вынести его из бунгало, чтобы он не мешал им жить в раю, и он уже там умирал, в общем-то, за пределами этого бунгало, пока они пели, танцевали и курили марихуану. Это ведь история и про это тоже, как мне кажется, нет? Мы никогда не ставим себя на место заболевшего и готовы, в общем-то, избавиться от того, кто отравляет нам жизнь. Я сейчас обобщаю, безусловно, потому что все люди разные и далеко не все такие, но вы понимаете вот этот принцип этого обобщения. Я понимаю, но всё-таки мне кажется, к счастью, что этот пляж, это была такая коммуна людей изначально этих эскапистских, сбежавших создать некую райскую реальность, что обычно ничем хорошим не кончается, как любая утопия. Но вообще-то, если и что утешается, мы посмотрим на то, что творится в мире, очень много волонтёров, очень много людей, помогающих больным, помогающих изолированным людям, поэтому, мне кажется, к счастью, всё не так безнадёжно, по крайней мере, с точки зрения отношения людей друг к другу. Ещё звонок у нас. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Вот такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот, что у человека вызывает, ну, агрессию, зависть, вот, ну, как бы, даже до коронавируса. Вот, всегда, когда вот я позвоню, ну, какие-то у нас вечерние антрактивы, ну, высказываю какое-то мнение, которое может отличаться от мнений большинства или что. И вот такая агрессия, я имела неосторожность в своё время сказать, что речь, там, вопрос был о пенсиях, что вот работая последних больше, чем 20 лет на многих работах, я заработала неплохую пенсию, и сейчас продолжаю работать на свой возраст, и всегда вот, как у КПЁК, вот она успешная, у неё пенсия большая, у неё работа, вот что у человека вызывает такую агрессию, и спасибо. Спасибо, классовая ненависть, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, да, ну, это так, шутка, конечно, да, реально. Ну, что я тут могу сказать, всё очевидно, есть люди, которым очень нравится быть в конфликте, они себя кого-нибудь упрекнут, за то, что он болен, что у него большая пенсия, за то, что он гелен, его надо куда-нибудь выслать. То есть, мне кажется, анализ людей, которые реагируют с агрессией на практически всё происходящее, это люди, которые агрессией переполнены, люди, которые больны, не больны, плохой, у которых полно болевых точек, и их очень легко задеть, поэтому их выплеск агрессии каким-то образом снижает их внутреннее эмоциональное напряжение. Что бы я ещё хотел сегодня успеть сказать, это о том, что мы часто говорили любые зависимости, а мы ещё о них говорили, о зависимости как в форме отрицания, то есть, мы знаем, что классическое определение, любая зависимость, способ ухода от своих проблем, способ игнорированных проблем, но кроме того, мы ещё и знаем, что зависимость это способ саморазрушения, такая деструкция неизбежная. Вот мне кажется, люди склонны к саморазрушению, они будут попадать в странные ситуации, вот как те загадочные люди, которые лизали унитаз на камеру и так далее. Люди, которые будут специально, как будто бы не осознавая этого, попадать в ситуацию, где они рискуют собственной жизнью. Такие своего рода житейские экстремалы. Поэтому, если рядом находится человек, который сходим к саморазрушению, не знаю, что это 101 километр, но в принципе от таких людей надо максимально дистанцироваться, потому что спасать его сложно, а вот только за собой прихватить кого-нибудь ещё, это вполне себе реально. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим удалённый выпуск программы «Диагноз недели». В студии работал Вадим Родионов. На связи с нами был врач-психиатр Резник Мартов. Мы с вами не прощаемся, мы с Родионом и с Анной Смирновой встретимся с вами через час в программе «Вечерный интерактив». Ариэлю мы говорим до свидания на следующей неделе. До следующего понедельника. До свидания.